Добрый день, Владимир Николаевич, спасибо, что нашли время для нас, наших телезрителей. Расскажите, как ваше настроение в преддверии Нового года? Оно праздничное? Пока нет, я думаю, что завершим финансовый год и тогда можно будет уже говорить о праздничном настроении, потому что не все решения по тарифам приняты до конца года, не все закрытые финансовые документы. И, конечно, есть еще чем заниматься, поэтому пока как-то не удается поймать праздничное настроение. Но я думаю, что я приложу усилия, и, конечно, Новый год – это один из таких самых добрых, светлых праздников для всех нас, поэтому надо будет, конечно, его постараться найти. А вот расскажите, часто приходится идти на компромисс с жителями? Я вот про ситуацию с авангардной елкой на площади Ленина, которую поставили, потом убрали, потому что не понравилась она, не поняли ее жители. Осознанно пошли на компромисс? Ну, я бы не назвал это компромиссом. Просто задача любой власти – делать так, чтобы общество принимало. И все это было согласовано, и, конечно, ситуация с елкой, она такая, пусть это небольшой пример, но яркий, да, потому что поставили елку, елка там, ну, нам действительно нравилась, мы же ее до этого видели только на картинках, согласовали размещение этого объекта. Потом, когда он появился уже на площади, мы увидели, что он действительно не вписывается. И когда прочитали все комментарии в соцсетях, и там фотографов мнения, и прочих людей, которые активно свою позицию высказывают, мы действительно поняли, что этот объект должен располагаться вкупе с какими-то другими, и не должен быть на одной из центральных площадей. Вот сейчас она в сквере у современника смотрится, по-моему, более органично, потому что там есть и фоторамка в виде цифр 2019 и композиции из шаров елочных больших рядом находятся, и там она смотрится более уместно. И если бы этих елок, например, было штук 5-6, и была бы в центре нормальная елка, может, было бы и на площади Ленина эту композицию разместить. К сожалению, не все получается спрогнозировать, и мы не боимся признавать свои какие-то неправильные решения. И самое главное, что не боимся их исправлять и не пытаемся никогда что-то людям продать, вот как там то, что нет, это вы не разбираетесь, а мы как-то специалисты. Ну и пример с елкой, он там один из последних и показательных. Мы так поступаем во всех сферах, и то же самое было, например, по детскому питанию, тоже тогда решение у нас было, которое мы предлагали на рассмотрение депутатам, уйти в сторону увеличения оплаты до полноценного завтрака детям из многодетных, малообеспеченных семей, незащищенных социальных слоев граждан. Но потом, когда сняли реакцию, мы поняли, что это неправильно, и вместе с депутатским корпусом оставили все как есть. Ну, то есть говорить о серьезных каких-то направлениях нашей деятельности. Постоянно опросы какие-то стараемся проводить, мониторинг социальных сетей, обращений граждан. Много времени все мы проводим, сотрудники администрации, именно на личных приемах граждан, что позволяет нам ориентироваться и не быть какой-то замкнутой системой и отдельной от жителей города. Ну, это просто недопустимо. Не быть замкнутой системой. Вот вы почти во всех соцсетях есть лично. Вы читаете сообщения, вам присылают сообщения? На самом деле, лично я нахожусь только в Инстаграме и в Твиттере. То есть там я читаю сам. Соответственно, все остальные соцсети ведет у меня управление общественных связей. Что касается обращений, они, конечно, до меня доходят, потому что мне приносят просто уже там или распечатанные, или также там в мессенджерах присылают, кто что спрашивает, да, и мы берем это в работу. Но лично я присутствую только в двух, ну, как человек. То есть вот так, чтобы я читал действительно сам. Ну, читаете, смотрите. Читаю, дает много, да, и мы понимаем, что сейчас у каждого человека, по сути, есть прямой канал связи с руководителем любого уровня. Конечно, есть много неконструктивного, много какой-то просто агрессии, которая связана, наверное, просто с неустроенностью нашего быта, да, и отдельных людей, и это нормально. И к этому я тоже отношусь достаточно так спокойно. То есть кто-то хочет какие-то уж совсем гадости писать, но не будем отнимать у них эту возможность. Может быть, им станет от этого легче жить. Вот. И это мы все тоже читаем. Как прошел 2018 год для города, для вас как мэра? 2018 год для города, я считаю, прошел нормально, потому что все проекты, которые были задуманы в 2017, о которых мы говорили год назад, они все были реализованы. Понятно, что остается много вопросов, которые остаются нерешенными. Но и этот год мы потратили на то, чтобы в тех сферах, до которых у нас просто не доходили руки, например, транспорт, мы уже поняли, как с этим бороться. И сейчас вот мы видим, что три маршрута у нас переходят на регулированный тариф. И то, что мы можем контролировать перевозчиков. И, конечно, у них такая легкая паника наступает. То есть нет нерешаемых проблем. И за два года мы поняли, что нам надо делать в каждой сфере. И если мы еще не можем показать, что что-то реально уже выполнено, то я хотел бы всех заверить, что действительно все пути решения уже найдены. Я надеюсь, что в ближайшее время удастся их реализовать вместе с областью. Вот тогда сразу будет несколько вопросов про «не доходили руки». Просто о судьбе определенных объектов. Нас и зрители часто спрашивают, что там, когда уже что-то сдвинется. Современник и дворец игровых видов спорта. Расскажите об их судьбе. То есть что их ждет в следующем году? Будут ли какие-то подвижки? По «Современнику» мы видим современный центр культуры и отдыха, куда можно прийти всей семьей. Сейчас мы опробуем эту историю на объекте Дом культуры Меланджевого комбината. Он, конечно, будет называться у нас по-другому, потому что будет полностью уже смена концепции. Наше видение заключается в том, чтобы всей семьей прийти, куда-то провести время, отдохнуть, сходить на какие-то полезные мастер-классы, чем-то заняться. Причем, действительно, чтобы каждому по интересам было найдено занятие, чтобы люди у нас не проводили все выходные в торговых центрах. Потому что это несколько однообразно. И я думаю, что запрос наших граждан уже сейчас немного выше, чем просто купить какую-нибудь вещь или посидеть на фудкорте. Или там просто уже другой запрос общества. И, опять же, надо соответствовать. К сожалению, пока по современнику сказать ничего не могу, потому что, ну, из финансовых планов, в первую очередь мы, конечно, будем добивать Дом культуры Меланджевого комбината. В этом году начали с помощью средств региона. За свои мы достроили центр Кванториум. То есть там тоже будет у нас почти тысяча детей заниматься. И сейчас переходим в Дом культуры Меланджевого комбината. И следующим будет современник. Концепция готова. Мы ее будем, конечно, со всеми обсуждать. Так, чтобы, опять же, всем было интересно. Объекты знаковые, объекты в центре города. Сейчас по территории, которая прилегает к современнику, тоже будем разбираться, сносить все постройки, освобождать зону для паркинга. Думать, как благоустроить сквер, который давно городом был потерян. И сейчас это просто заросли. Правда, в этом году его тоже с помощью депутатов городской и областной думы привели более-менее в порядок. Но хочется, чтобы это действительно было такой центральный, одной из центральных площадок нашего города. Вот этим будет заниматься Стрелка вместе с правительством Миланской области. Разрабатывать концепцию. И надеемся, что появится федеральная программа. По крайней мере, мы к ней уже готовы. И слухи ходят о том, что она будет именно на центре культуры. То есть так, чтобы мы могли восстанавливать вот такие объекты, которые действительно будут притягивать людей. И где человек сможет не просто провести время, но провести его с пользой, с интересом. И самое главное, чтобы он развивался как личность, как гражданин. Я думаю, что всем это уже интересно. И я думаю, что у нас все получится. Что касается Дворца спорта, недавно мы передали этот объект на уровень региона. Связано это с тем, что не выделяется федеральное финансирование. Оно может быть по кодам Минфина только на регион. То есть они не смогут эти деньги передать нам, для того, чтобы мы его восстановили на 19-20 год. Деньги в бюджете федеральном предусмотрены. То есть я надеюсь, что все будет с этим объектом хорошо. Самое главное, как обычно, чтобы вышел более-менее нормальный подрядчик, с которым можно взаимодействовать, чтобы это не оказалось очередным недостроем. Объект очень сложный, дорогостоящий. Но когда он появится, у нас в городе решится масса проблем. И это давно долгожданное событие. То есть вот сейчас самое главное, это, конечно, нормально отслеживать ход строительства. Но мы, как муниципалитет, уже не сможем принимать в этом участие. Вот вы как раз на днях со спортсменами встречались, просят площадок, наверное, да? То есть вот это мог бы решить дворец в какой-то степени? У спортсменов много проблем. И я думаю, что и они видят, и вообще жители города видят, что вот муж, чем мы точно занимаемся, это развитие массового спорта. Конечно, что нас, как муниципалитет, не может интересовать спорт высоких достижений, потому что все-таки школа Олимпийского резерва – это уровень региона, хотя они и у нас пока остаются. В любом случае у нас эта задача стоит. Проблем масса, начиная от тренерских ставок, вот заканчивая какими-то помещениями, там от скейтов и роликов, заканчивая батутом, потому что людям просто заниматься негде, а есть действительно талантливые люди. И самое главное, все эти виды спорта и вообще просто жизненной активности, они пользуются большим спросом у людей. То есть люди хотят этим заниматься, но нет возможности, и это, конечно, очень неправильно, и все это будем решать. А вот универсальный электронный проездной. Руки дошли, но, видимо, не совсем дошли, потому что нам его презентовали, журналисты о нем рассказали, и вдруг появляются перевозчики, которые говорят, а мы знать не знаем, нас не предупреждали. Вот там пару предупредили, а нас большинство не предупреждали. Как так получилось вообще? Да как так получилось? Вот не знаю, 10 лет назад, как так получилось, что у нас бардак в транспортной системе, я уже ее немного касался в нашей сегодняшней беседе. Что касается электронного проездного, к нам, как городу, ну как к администрации, имеет отношение только электронный проездной, который мы выпустили на МУП и ПТ. Собрали всю общественность заинтересованную, составили вместе тарифное меню, как должно это все работать. В первом квартале будем подводить итоги, ну то есть смотреть вообще, он помог или не помог, заинтересовались люди, не заинтересовались. И он работает. И следующая у нас задача, это чтобы в троллейбусах можно было расплачиваться с помощью телефона, смартфона. Соответственно, перевозчики, некоторые, которые обладают собственной базой, они поняли, что им интересно тоже иметь безналичную систему. Ну, для них это более прозрачный доход, который они получают, и администрирование его, в том числе в сфере налогообложения, вышли с такой инициативы, что, например, мы тоже хотим, и хотим, чтобы было сопряжение между вот этими двумя проездными. Конечно, мы не стали отказываться, но мы понимали, что учитывая тот объем перевозчиков, которые у нас работают зачастую на одном и том же маршруте, но мы не ставили и не говорили об этом, о том, что вот этот проездной должен работать. Говорили о том, что на тех машинах, которые оснащены специальными устройствами для считывания электронного проездного, должны быть специальные таблички, что да, здесь он используется. А те просто вереницы маршруток, которые у нас выстраиваются в установок, да, там они выглядят там просто как поезд. Ну, понятно, что тут со всеми не договоришься, и там зачастую ведь работают и нелегальные перевозчики, и легальные перевозчики зачастую там ксерокопируют маршрутные листы и выпускают в час пик гораздо большее количество транспортных средств, чем обусловлено договором. И в этом году мы нашли способ с этим бороться. Конечно, без правительства Ивановской области мы не справимся, тариф регулируемый и должен утверждаться на уровне правительства, поэтому мы вместе сейчас с профильным департаментом прорабатываем возможность полностью смены транспортной системы. Транспортная тема, но уже ЖД вокзал, да. Довольны ли вы площадью, которая получилась, и почему реконструкция самого вокзала подзатянулась, откровенно говоря? Неоднократно говорил, что реконструкцией доволен в том плане, что, как мы любим говорить, что там, ну, было же хуже, стало лучше, да. Понятно, что площадь не должна так выглядеть, понятно, что, когда ты выходишь из вокзала, ты должен попадать в нормальную пешеходную зону, зеленую. То есть уже должен начинаться какой-то сквер, да, и потом уже понятно как-то уходить или на парковку личного транспорта, или на стоянку автобусов. Поэтому, конечно, недоволен. И самое главное, что мы сделали, во-первых, привели площадь в порядок, во-вторых, сейчас она уже действительно не является каким-то вот этим черным пятном на карте нашего города, где там разбитая плитка, рельсы и прочее. Реализовали тот проект, который был разработан ранее. И в 2016 году, когда мы начинали эту работу, я понимал, что проект требует доработки. Но мы могли взять деньги из областного дорожного фонда и реализовать тот проект, который есть, который был разработан ранее. Или могли просто не взять деньги и оставить площадь в том виде, в котором она есть. Самая главная задача сейчас там решена. То есть переложены все коммуникации. Организована ливневка. Она работает. Мы уже осенью это видели. И, соответственно, таких каких-то капитальных затрат эта площадь уже не потребует никогда. Ну, то есть ближайшие, допустим, 50 лет. А что касается того, чтобы перераспределить зоны, ну, это можно сделать. И это будет достаточно недорого. Я думаю, что там через 3-4 года это будет очень актуально, потому что там как раз закончится срок гарантии, который будет и на асфальтовое покрытие, и на все остальные выполненные работы. И самое главное иметь сейчас концепт, да, как эта площадь должна выглядеть в идеале. И она обойдется уже гораздо дешевле. Ну, просто бюджетом различных уровней. Что касается вокзала, причины мне, конечно, неизвестны. Мы не занимаемся отслеживанием работы, и анализом этим занимаются российские железные дороги. Это их объект. Единственное, что мы стараемся им во всем помогать, не задерживать документы. И когда к нам обращаются с какими-то вопросами, связанными с инфраструктурой, подведением коммуникаций, ну, мы старались сделать все это оперативно. Объект, наверное, архисложный, потому что и памятник конструктивизма, и построен достаточно давно, и понятно, что основные конструкции износились. Ведь мы знаем о том, что начинаешь какой-то объект реконструировать, и понимаешь, что надо делать гораздо больший фронт работ, скорее всего, связанный с этим. Ну, как я предполагаю, потому что я говорю, что тут неуполномочен я, конечно, как глава города рассуждать о том, почему не получилось за полгода. Наверное, потому что просто очень сложный объект. Ну, хорошо, а по другим объектам тогда расскажите благоустройство. То есть, Троицкий сквер у нас был в этом году, площадь Ленина и набережная Уводи. Куда делась Красная Талка? То есть, она там в планах, не в планах? И вообще, вот что удалось, по-вашему, что не очень? Ну, мы должны понимать, что деньги-то нам передает регион, эти федеральные, и Красную Талку мы просто не могли реализовать. То есть, у нас победила площадь Ленина, потом на втором месте была набережная, и на третьем месте Красная Талка. На Красную Талку нужно, по-моему, 70 миллионов рублей. У нас оставалось там, по-моему, миллионов 10. Да, и вот решили сделать Троицкий сквер. Мне кажется, что получилось нормально, и открылся такой новый вид нашего города. И понятно, что там есть разные точки зрения, там плохо или хорошо. Мне кажется, что получилось. И, ну, по сути, этот объект выполнялся уже по остаточному финансированию, что называется. Самым главным объектом была, конечно, площадь Ленина. Ну, в принципе, все, что было нарисовано в эскизе, есть, все работает, фонтан запустили. Люди на площади присутствовали и до новогодних праздников. Мы получили, я думаю, такую частичку садового кольца, вот как в Москве делают. Вот примерно так это выглядит. Конечно, хотелось бы, чтобы у нас все, ну, весь наш центр, ограниченный Шереметьевским проспектом, проспектом Ленина, ЖД вокзалом, площадью революции, был приведен в порядок для того, чтобы мы получили полноценную пешеходную зону. И инфраструктура в виде кафе, ресторанов, каких-то, не знаю, сфер или зон активности, она потянется уже сама собой. У губернатора это понимание и есть. И я думаю, что в рамках программы «Городская среда» многое удастся сделать, потому что это действительно важный проект президента Российской Федерации, потому что лично он его одобрил. Ну, тут нам главное не подвести жителей, что касается того, что получилось или не получилось, оценивать лучше не нам. Набережная, ну, как-то вот так задалось, что это оказалось самым сложным для нас объектом, и для подрядчиков, в том числе, были проблемы с коммуникациями. Оказалось, что они располагаются не в соответствии со схемами, которые есть у ресурсоснабжающих организаций. Там было все, рвали и кабели связи секретные, и газопровод, и все это существенно осложнило работу. Но, в принципе, все выполнено. Может быть, излишне там количество сейчас уличной мебели стоит, но в любом случае мы ее можем перенести и на другие площадки нашего города. Не успели по объективным причинам выполнить работы по озеленению, как раз из-за того, что все лето вываливалось на коммуникации, которые там периодически рвались экскаваторами. С подрядчиком, скорее всего, будем судиться. Ну, так вот, на первый взгляд, конечно, тут вина больше тех людей, которые согласовывали нам прокладку тех же самых коммуникаций. Что касается озеленения, выполним его весной, там никакой проблемы нет. И думаю, что вот пусть малое пешеходное кольцо, но в этом 18-м году мы замкнули. Это уже тоже такой, ну, достаточно интересный получился объект. И уже люди радовались. Я видел просто сам там этим лавком-качелем и прочее. Ну, это интересно. И будем надеяться, что эта часть набережной, она тоже будет развиваться и также будет притягивать людей. А у вас есть какие-то вот такие личные, амбициозные, смелые планы на благоустройство города? Вот вы как-то говорили, что хотелось бы соединить Харинку и Парк Степаново. Это вообще возможно? Это, конечно, возможно, но в любом случае мы должны понимать, что это возможно, это стратегические планы, и мы по нему действуем. Я надеюсь, что все у нас будет так же получаться, как, в принципе, все получается сейчас уже даже в этом направлении. Что касается первостепенных задач, то это, конечно, центр и те территории, которые значимы для больших спальных районов. Ну, может быть, не спальных, да, вот таких отдельно сформировавшихся. Это и парки, это и сортировка, Красная Талка, опять же, парк Революции и парк Степаново. В общем, везде есть, где чем заняться, и везде есть те люди, которые давно заслуживают то, чтобы эти места, которые они привыкли посещать, были благоустроенными. Ну, вот Станислав Сергеевич уже говорил, что в центре на следующий год выбрано 55 гектаров земли, которые будут благоустроены, привлекут стрелку европейских специалистов. Вот это так, не так, и 55 – это где? Это какой участок? Ну, я боюсь ввести в заблуждение, но, насколько мне известно, 55 гектаров будет в следующем году только отрисовано. Это как раз весь центр города. Что мы понимаем под словом «отрисовано» – это концепция, дизайн, проект и так далее. То есть это даже не проектно-сметная документация. Поэтому что-то воплотить в 2019 году из полученного благодаря трудам «Стрелки» и «Дом.РФ» наверное, возможно, не представится. Поэтому мы ориентируемся сейчас, конечно, на другие объекты. Произошел как раз отбор. Там и сквер Московского микрорайона, и Красная Талка, и парки. Мы будем надеяться, что объем финансирования хотя бы будет на уровне предыдущего периода. Опять будет голосование? Ну, опять будет голосование. Да, сейчас думаем просто в каком формате его проводить. А вчера на комиссии это обсуждали, пресс-релиз можно посмотреть. То есть Московский, Красная Талка. Парки, ну и небольшие скверы. Веденский, сквер интернационалистов, мемориал наш, посвященный побеге в Великой Отечественной войне. То есть все там это есть. Тот же самый сквер за современником. Единственное, что по центру города, конечно, логичнее дождаться того, что предложит Стрелка и уже потом начинать реализовывать, чтобы не бежать впереди паровоза и все делать последовательно. Поэтому, конечно, в этом году логичнее бы сосредоточиться на больших районах, густонаселенных Авдотино, Московский, ну, как я уже сказал, Харинка, Сортировка, Суховка. Ну, то есть везде есть те площадки, которые необходимо восстанавливать или создавать. Запрос просто из всех точек города, да? Запрос из всех точек города, да. И, ну, опять же, все зависит от финансирования. То есть нет смысла размазывать деньги на, допустим, 20 небольших объектов и делать непонятно что. То есть лучше делать сразу надолго, и чтобы действительно всех жителей города это радовало. Я надеюсь, что все получится. По крайней мере, вот мы сейчас уже решили привлекать действительно, компетентных людей, да, то есть не пытаться сделать что-то своими силами в рамках городской среды, а именно привлекать специалистов и в плане консультации, и в плане формирования проектно-сметной документации. Ну, чтобы поднять качество просто. И, ну, надеюсь, что это будет заметно. Расскажите про масштабный проект освещения областного центра. Что получилось? Стало ли светлее? Стало ли экономнее? Ну, мы все видим, что стало однозначно светлее. Что касается приемки работ, мы будем говорить об этом в начале года. Соответственно, будем осуществлять приемку. Пока мы можем уверенно сказать, что действительно стало светлее, действительно все управляется, то есть условия контракта в этой части, они выполнены, но все остальное требует какого-то времени для принятия. Напомню, что изначально мы не говорили про какую-то серьезную экономию, контракт энергосервисный, и, соответственно, экономия идет как раз как возврат средств подрядчику. То есть какой-то серьезный финансовый результат получить вряд ли возможно в рамках этого контракта. Ну, а какие вот глобальные дела запланированы на будущий год? То есть, наверное, сад в Рождественском строить, школу начальную начать строить, да, в гимназе? Вот, расскажите. Я боюсь всегда говорить о планах, потому что потом, когда что-то не получается по независимым от нас причинам, ну, очень я просто это лично глубоко переживаю, действительно. И понятно, что планы, они все обозначены, они были обозначены и в моем отчете, и, соответственно, вот мы будем двигаться в этом направлении. Если удастся построить там первую школу с конца 80-х в нашем городе, ну, и восстановить Дом культуры, меланжевый комбинат, и что-то сделать с современником, ну, я буду считать, что действительно мы не зря занимаем кабинеты на площади революции. Вот, но о многих глобальных планах мы уже поговорили, там, касаемых и транспорта, и проблемы с благоустройством, поэтому я не вижу смысла повторять. А так, ну, я думаю, что администрация города достаточно открыто работает. Мы в любом случае, даже если что-то не получается, мы объясняем причину, да, почему это случилось, и почему что-то пошло не так, как мы предполагали. И пока не было ни одного объекта, да, где мы действительно были бы в чем-то виноваты, из-за того, что вовремя не успели бумаги подготовить или там с финансированием как-то отработать. Проблемы, они возникают всегда, ну, на самом деле, по любому объекту, и там, что мы Кванториум строили, что западный обход. Вот, кстати, западный обход в следующем году. Последний участок остается, чтобы соединить Суздальскую с Березняковской, и, ну, получим отличную дорогу для объезда, чтобы не стоять в пробках в городе. Будем надеяться, что действительно это будет заметно тоже жителям. Но заметно это будет уже, соответственно, в 2020 году, потому что в 2019 году надо это построить. Вот, а так планы действительно, конечно, громадные. Ну, мы будем стараться их все выполнить, не подвести жителей. Новогодние праздники где будете отмечать? В Иванове или? Я буду в любом случае в городе, потому что мало ли что может случиться, и заместители будут, и начальники подразделений, то есть в такой транспортной доступности. То есть мы с ними договорились, то, что новогодние праздники, все люди отдыхают, мало ли что может случиться, конечно, нужно, чтобы ситуацию мы могли оперативно поправить, как-то отреагировать. Вот, отдохнем потом уже там когда-нибудь. Ну, действительно, просто нельзя в новогодние праздники руководителям далеко быть от непосредственно там города. А есть какой-то лимит, насколько можно мэру отлучаться из города? Ну, даже в отпуск, например. Ну, я, по-моему, ни разу не брал отпуск больше, чем на календарную неделю. Вот. Но лимита, конечно, такого нету. И, может быть, когда мы там через несколько лет все наладим, я буду ходить там в какие-то более-менее нормальные отпуска, там хотя бы две недели. Потому что, ну, недели действительно это очень мало, не успеваешь отвлекаться. Ну, и потом сейчас, когда телефон все время в кармане, вообще не получается, потому что все документы тебе могут прислать на согласование и так далее. Ну, и это проблема всего современного общества. Никуда не денешься. А так какого-то лимита нет, и вообще все достаточно нормально, как и в остальных коммерческих организациях и других учреждениях государства. Но в праздники все-таки спокойнее. В праздники просто, да, спокойнее. И мне самому будет, да, потому что вот я здесь, и если что-то случилось, да, мы хотя бы тут сможем всех найти там какой-то там, ну, не хочется говорить о плохом, в приведении новогодних праздников там как-то всех напрягать. То есть я надеюсь, что ничего не случится, а на всякий случай вся администрация будет здесь, и никто никуда не уедет. Так что мы всегда на подхвате. Владимир Николаевич, спасибо за диалог. Мне было интересно. Надеюсь, телезрители тоже почерпнут для себя какую-то интересную, нужную, важную информацию. Наш телеканал, наша компания «Интеркомтел» поздравляет вас с наступающим Новым годом, вас, вашу семью, ваших коллег. Желаем удачи, здоровья, терпения, бодрости духа, и чтобы все у вас было хорошо. Спасибо. В свою очередь тоже хотел бы поздравить с наступающим и коллектив родного телевидения, и, конечно, его телезрителей, чтобы больше радости, больше добра у нас было в 2019 году. Администрация постарается не подводить жителей города. Спасибо большое. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»